А почему вообще все вот сыновья всех наших кинематографистов, вот если мы берем вот эту возрастную группу, ну все прошли через армию именно в контексте того, что ставился вопрос либо тюрьма, либо армия. Там возьмем Теграна, Кесаяна, Бондарчука. Это, понимаешь, это тренд. А, это был тренд? Нет, мы когда-то собрались, нам было по 14, сказали, ну вот пойдем в армию, потом будем говорить, пошли, либо тюрьма, либо армия. Красиво, во-первых, да? Во-первых, это все равно мужественное какое-то, о-о-о, практически лидер протеста. Дедовщина была? Да, была, но я же советская армия служила. Ну, потом, ну, нет, я не могу сказать, что дедовщина вот в той части, в которой я послужил все два года, а это была большая учебная часть. То есть там полгода была такая, ах, какая дедовщина, а потом меня-то оставили на постоянном составе. Я там уже валял дурака, а первые полгода это серьезно, и совершенно не то, что дедовщина, а вообще мне отсюда, из театральной семьи попасть в армию. Я помню, я первый раз это осознал, когда я услышал 6 утра, говорю, а то подъем, и я видел, что это началось. Письма маме? Письма маме были. Будут опубликованы или уже опубликованы? Нет, они не опубликованы. Что-то мне, мне стыдно. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы эти письма были опубликованы. Мы записывали это интервью за месяц где-то до кончины нынешней мамы, за год до трагедии на Садовом кольце. После чего он получил срок 8 лет и находится до сих пор в заключении. Мне кажется, если бы эти письма матери были опубликованы, так же, как и письма Михаила Ефремова в своей семье сейчас, мы бы увидели совершенно другого Михаила Олеговича. И думаю, что многие из тех, кто выглядит негодованием, хейтит актера, посмотрели бы на него немножко по-другому. Ну, мне так кажется. Мне бы этого хотелось. Субтитры создавал DimaTorzok